Приветствую всех на своем канале. Хотелось бы предупредить, что все ниже сказанное является моей версией событий и умозаключений, основанной на тщательном разборе и анализе. Поэтому принимайте как есть. Я имею полное право на свое суждение происходящего. Кроме того, в очередной раз напомню, что не общаюсь со всякого рода отморозками и беспредельщиками, в лучшем случае действует правило бумеранга. Но общения не ждите. Отдельная ветвь в моих расследованиях авантюриста и короля фейков Слободяна были его жертвы. Я уже давно обещал немного рассказать про обманутых и кинутых им кредиторов. В этом выпуске начну с самого мелкого по сумме долга. Фигура в этом повествовании очень неоднозначная. Причем страдающая стокгольмским синдромом. Ну, вы знаете подобные примеры, когда жертва с течением времени, особенно после сердечных изливаний преступника, становится фактическим соучастником. Тем более Слободян обладал несомненным талантом запудривать мозг любой жертве развода. Но здесь ситуация еще более запутанная. В общем, история изначально такова. Где-то 10 лет назад, еще когда Слободян, сбежав с Украины, баржел электриком на частных стройках Москвы и под Москвой, подвернулся ему клиент, которому требовалось электрифицировать отопительную систему в доме, ну и сэкономить на электричестве. Слободян уже тогда пытался сотворить фирмы с некими местными ребятами по отопительным системам. Причем впервые официально засветился в декабре 2009 года, создав ООО «САФ», где гендиректором стал некий Котов Владимир, а учредителями Слободян Андрея и Никонов Константин с установленным фондом в 10 тысяч рублей по пятерке сноса. Основная деятельность производства металлических резервуаров, радиаторов и котлов центрального отопления еще зачем-то зарегистрировал в апреле 2010-го свой ИП, но в июле 2012 успешно его закрыл, так толком ничего не сделав. Перед этим в апреле того же 2012-го он также становится учредителем ООО «САФ Технологи» с неким Первушиным, с уставным фондом также в 10 тысяч рублей. Деятельность расписали уже более обширную, а генеральным директором «Рогов и копыт» установили некого Нанаяна Тиграна. Кстати, тоже интересный субъект, вероятно, о нем когда-либо расскажу. Так как бизнес-шоу не очень весело, даже на две фирмы, а пьянки-гулянки становились бесконечными, то требовались некоторые вложения для новых прожектов и, конечно, очередных пьянок, которые среди их круга назывались презентациями. Хотя уже тогда долгов набрал немерено, и о некоторых я также позже расскажу. Так вот, войдя в доверие к очередному клиенту, заодно набившись друзья, которого планомерно окучивал, поставив ему индукционный бойлер и примочку по экономии энергии, он через некоторое время попросил в долг сумму около 20 тысяч долларов или полтора миллиона российских рублей. Всего-то ничего на полтора месяца, но с хорошими дивидендами, вероятно. Произошло это в октябре 2012-го. Ситуация была еще интересна тем, что сам Слободян не взял грех на душу, а расписку в получении долгой обязательств. По нотариальному согласию любезно предложил подписать своей уже второй жене Слободян Надежды, у которой жил в Москве, но не был у нее прописан и, соответственно, являлся иностранным лицом с Украины. По происшествии полутора месяцев Слободян, конечно, простил полученный долг и послал новоявленного друга подальше. Безуспешно бегая за ним чуть больше года, то есть январе 2014-го, Юлиан Левента подает исковое заявление в суд на него по возврату долга, который на тот момент уже подрос до 40 тысяч долларов или трех миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования и выдал исполнительный лист на эту сумму в июле 2014-го. Тем не менее, Слободян продолжал играть со своим, так сказать, другом в кошки-мышки еще несколько лет, о чем он поведал в августе 2017-го, написав заявление уже о возбуждении уголовного дела. Так и написал, что взял у него деньги в долг без намерения их возврата, умышленно ввел его в заблуждение и обманным способом завладел принадлежащими ему денежными средствами. Знал бы только фраер, на кого батон крошит. Слободян уже твердо укоренился на своей очередной родине Корея, имея за собой уже огромный багаж должников, как с Украины, так и из России. Не досуг ему было печалиться окинутым на бабки другом. Перед Андреем уже раскрылись ворота блаженного рая, а долги, ну пусть его все простят. Он же стремится к величайшей цели наградить халяху и весь мир. Правда, за скромный гонорар, ну, может, хоть бы 10 миллионов баксов, а тут какие-то пиявки прицепили со своей мелочью. Да верну я, верну. Вот только положу к ногам глобальную энергетику. Все озолотитесь. Да потерпите еще леток эдак, ну, 20-30. Все будет. Вот так вот, кладя на уши подобный бред, он отбивался от должников. Его криминальное обаяние было настолько велико, что я знаю нескольких кинутых кредиторов, которые до сих пор свято верили, что мошенник обязательно с ними рассчитается. Хотя уже нет. Вообще было прикольно слышать о Слободяна в нашем телефонном разговоре, когда я ему говорил про долги. А он пяткой стучался в грудь и божился, что со всеми уже давно рассчитался и никому ничего не должен. Хотя у меня перед глазами лежал огромный список долгов и сумм. Я же вам рассказывал когда-то, что у меня был с ним один разговор по мобильнику в сентябре 2019, где он меня так же пытался склонить к дружбе и, вероятно, к вечной любви. Но со мной бесполезно играть подобное зомбирование. Я не ведусь на мошенников. Но вот Юлиан свято поверил в гениальность и бессеребренность афериста, терпеливо ожидая, вероятно, огромную кучу обещанных дивидендов. Правда, время шло, а кубышка никак не восстанавливалась. В течение пяти лет Юлиан Левента скромно терзал душу Слободяну, решившись завести на него уголовное дело. Я уже знал про его терки с должником. Мне попали на руки копии судебных разбирательств еще в начале 2019-го, тогда же, когда я начал посовещать Слободяну свои разоблачающие ролики. На тот момент мне уже поступала информация от его жертв, но в большинстве люди просто жаловались на Кидалу. А когда я предлагал взять интервью или предоставить доказательства, то даже если предоставляли, просили их не светить, так как все еще надеялись выбить с мошенника хоть что-нибудь. С Юлианом я тоже решил связаться как с жертвой афериста. Как-никак, а у меня на руках имелись железные доказательства мошенничества. Кроме того, мне была доведена информация, что Левента был в курсе фальсификации того пресловутого аквариума с декоративными магнитами. Вначале я этому не придал значения, так как об этой фамилии узнал еще до того, как появились документы с решением судов. Мне были названы фамилии четырех фактически соучастников, которые были посвящены в аккумуляторный секрет шарманки. Там была и фамилия Юлиана. Как я уже вам рассказывал, пару лет назад Слободян сумел уговорить своих подельников на аферу века, мотивируя тем, что, чтобы получить инвестиции в его проект вечного двигателя и выползти из долгов, требуется предоставить некий действующий экземпляр, который, конечно, убедит потенциальных кредиторов раскрыть свои бездонные кошельки. Но показать реальный аппарат пока нет возможности, так как доказательства надо предоставить через пару недель. А у него пока проблемы с реальными испытаниями. Если же тянуть время, то бабки могут сбежать. Поэтому он уговорился участников заговора быстро создать бутафорский макет вечняка и молчать об этом два года. А за это время они получат огромное финансирование и смогут довести до ума уже реальный проект. Реквизит был создан буквально за несколько недель. Как это происходило, я, вероятно, расскажу в одном из выпусков. Пару помощников присутствовали только при сборке моего внешнего макета. Вот аккумулятор Слободяна вставлял лично сам, никому не доверяя. Понимал, что обязательно у кого-либо будет соблазн зафиксировать сей момент для будущих хитросплетений. Все вы знаете, что первый показ был весьма успешный. Это когда шарманка Слободяна заряжала японскую накопительную установку. Об этом я уже рассказывал, что событие произошло в конце мая 2016-го. После пошла серия показов на широкую публику, где наивные наблюдатели визжали от восторга. Я не знаю, каким боком стал соучастником этой аферы Юлиан Левента, так как последний проживал в Москве, а Слободян соучастниками аферы находился в Сеуле. Об этом я и хотел спросить Юлиана, когда вышел с ним на разговор по фейсбуку 17 сентября 2019-го года. Как по моей версии, Юлиан безуспешно пытался после решения первого суда 14-го вернуть долг с процентами, все донимая Слободяна еще два года. Кинутых должников у Андрея уже был целый список, причем с суммами гораздо большими. Но далеко не у всех были на руках исполнительные листы суда. На тот момент мошенничество Слободяна достигло критической массы. Его родной Украине, где он был прописан до сих пор, ждали уголовные дела. Должники, добывшая жена с двумя детьми. Россия в лице Москвы была так же недружелюбна. Неразведенная жена с ребенком, покинутые разоренные фирмы ООСАФ и ООСАФ Технологи с непогашенными задолженностями. Очередь из злых кредиторов, в том числе Юлиан, да еще санитар из дурки со смирительной рубашкой, тоже интересный эпизод его жизни. В Корее также успел пощипать лохов с тугими кошельками. И куда крестьянину податься с тремя бывшими? К тому же, уже бабки корейских инвесторов усиленно стали жечь руки, так как за пару лет наделал кучу бесполезного хлама, а обещанного эффекта так и не достиг. И главное, находясь несколько лет в Корее на нелегальном положении, ему уже приходилось делать ноги от полиции. Кстати, у меня есть на руках записи разговоров Слободяна с некоторыми лицами про его нелегальное положение. И как этим можно шантажировать корейских инвесторов, чтобы сильно на него не давили? Могу привести пример шантажа, за счет чего ему удавалось так долго находиться на плаву. Вот представьте себе, вы фактически нелегально, приехали в Корею. В данном случае протажировал поездку в Корее с Ким Дин Хи. Обольстили своим шармом и наглым враньем некого богатого инвестора. А у Андрюхи это шикарно получалось. Мертвого уговорит. И вот они подписывают некие бумажки и обязательства. Хотя Слободян предпочитал приватный расчет. И то, если речь идет о суммах более 100 тысяч долларов. У них же вообще суммы 20-50 тысяч. Это так, на карманные расходы. А полиция на рассмотрение берет только те дела, которые тянут более чем на 100-200 тысяч баксов. Ну как, смекаете, нет? Вот, допустим, вы договорились на полмиллиона. С этапами работ, частями, пусть будет на год. Получив начальных 100 тысяч, имитируете бурную деятельность. Пилите, строгаете, что-то там собираете. Через несколько месяцев вам еще подбрасывают. Глядя, как у вас искры из-под копыт вылетают. Мало того, можно еще какого лоха приорканить по подобной схеме. Одно другому не мешает. Когда наступает время хоть что-то показать, трясете перед ним запчастями и давите уговорами, что вот уже еще чуть-чуть, ну и так далее. Если инвестор не сильно напористый, то дальше бабками закидывает. Если начинает подозревать и давать заднюю, то уже сам мошенник наезжает на инвестора. Типа, я тут стараюсь, коленки истер. А из-за недофинансирования накрывается все медным тазом. Или платишь по полной, или ухожу по-английски. Вот тут два варианта. Или платит дальше, или лоху вдувается в уши. Что понаехавший находится на нелегальном положении. И если он пойдет с заявлением в полицию, то тогда того же инвестора оштрафуют на миллионы за привлечение к работе нелегального иностранца. Так как привлечение на работу нелегальщика, его принявший, строго наказывается. А с приезжего чего взять? Выдаврят из страны в течение пару суток, и все. Такой шантаж хорошо прокатывает. Лучше ведь потерять несколько сотен, чем платить за иноземца довольно круглые миллионные суммы. Ну и после подобных терок гений принимает позу обиженного и машет ручкой на прощание. Дескать, с таким партнером продолжать сотрудничать не собираюсь. А корейцы народ разбалованный, таких шуток не понимают. Принимает за чистую монету. Еще раз повторюсь. Эту схему Кидалова не я придумал. Немного в иносказательном виде об этом откровенничал сам Слободян в записанном телефонном разговоре, когда разруливал последствия очередной своей аферы. Именно тогда, наделав кучу всего этого хлама и собрав за несколько недель цирковой реквизит в виде аквариума, он все побросав сбежал от кредитора, весело помахав ручкой, где его уже ждали другие лохи, восхищаясь тому, как он демонстрирует световые фокусы, как эллизионист из пустой коробки вытаскивает кролика. А что с кучей недоделанных и нерабочих подделок? Они до сих пор пылятся на складе кинутого корейца. Типа вот, на тебе, ненадофинансированный металлолом. И можно дальше на шарманке колесить по Сеулу, радая весь мир своими клоунскими репризами. Бренд за пару лет раскрученный, в наглый обман не верят только единицы. И есть на ком бабки стричь, но это уже другая история. Так вот, возвращаемся к Юлиану Левента. В общем, уже хорошо зная криминальную деятельность Лободяна, и выпустив несколько роликов, я решил, что пора взяться за его жертв. Нескопидалак мне уже рассказали свои истории, но с железными доказательствами в виде копии решений судов больше никого не было. Разве только пару жертв мне обещали дать интервью. Единственным возможным контактом у меня была его страничка в Фейсбуке, доданная с официального реестра его деловой деятельности. Кинул ему сообщение. Так и написал, занимаясь разоблачением Слободяна, а зная про судебное разбирательство и долг, хотел бы пообщаться. Он ответил через пару дней. Явно была заметна настороженность, что не свойственно жертве, которая активно и беспешно много лет пыталась наказать обидчика. Особенно была неясна отмазка про некие документы и затягивание времени контакта. Это уже во время все-таки состоявшегося разговора. Через 11 дней мне стало понятно, что жертва вела активные переговоры со своим другом-мошенником Слободяном. Уж явно его раздражало мое отношение и мнение к Слободяну. Истерика у него была неимоверная, хотя я вел себя абсолютно спокойно. А подтвердила уже обоюдный сговор его заявление, что разговор записывается. Конечно, об этом его мог настоятельно попросить только Слободян, чтобы выяснить тему разговора и, вероятно, попытаться на меня накопать некий обвинительный материал. Или он истерил по каждому поводу, нарочно пытаясь найти в моих доводах и в вопросах негативный подтекст. Особо его вставляло переход на выяснение про хоть какие-то намеки о московской жене Слободяна, Надежде Слободян. Хотя именно он в самом начале разговора намекнул о ее существовании, когда саркастически и снисходительно отодвинул ее в сторону, чем и напомнил о ней. А так в нашем разговоре, вероятно, я бы о ней и не вспомнил, так как меня аферы Слободяны интересовали, а не его семейная жизнь, о которой мне и так рассказали самые разные источники, как из Москвы, так и из Кореи. Правда, из Украины есть данные только про его новоявленную на тот момент любовницу, которая сама запалилась на моем же канале, оскорбляя меня и приписывая демонические свойства. Об этом есть мой ролик, где все подробно разложено. Сам разговор с Юлианом Левента, записанный им же, я выложу на резервном канале и скину ссылку без всяких обрезаний. Для себя я сделал такой вывод. Юлиан уже давно запил долг от Слободяна холодной водой, так как бесполезно требовать с мошенника возврата, который чалится в Корее и не собирается возвращаться. Ведь уголовкой по нему плачет, опять же, с его же подачи. А тут вдруг появляюсь я. В очень интересной позе, правда, Люба и борца с эфиристами. Не надо быть всем пядей во лбу, чтобы понять, что это шанс для возврата долгая. Появился рычаг, которым можно шикарно надавить на хелесову пяту Слободяна, особенно если есть что ему скрывать. А у Левента язык может развязаться. Стучимся к Слободяну и объясняем, что его обвинитель роет землю под Юлиана и просит пооткровенничать. Ну, а так как Андрей не желает возвращать долг, то придется рассказать и подтвердить про нечистоплотность покорителя мира. А у Андрея и так уже огромный мозоль на заднице натерт из-за моих наездов. Снова его потенциальные многомиллионные контракты под угрозой. Слободян тут же восстанавливает статус закадычного друга и ставит условия. Если Юлиан затушит ситуацию со мной и запишет разговор, то он ему вернет долг. Ну, а для Левента это же как манна небесная. Словно джекпот выпал. В итоге наш, по идее, спокойный и деловой разговор превратился в фарс, где Юлиан сыграл роль перебежчика. Ну, как говорится, бог ему судья. Вот представьте себе. Прошло семь лет с момента, когда Левента, поддавшись на сладкие уговоры Слободяна, расстался с суммой, за которой можно приобрести хороший автомобиль. Прямо с салона. Семь долгих лет, обивая пороги судов, безутешно пытаясь дозвониться и достучаться до совести Слободяна и выудить у него многострадальный долг. Возможно, рыдая в подушку бессонными ночами, хватаясь за сердце в прединфарктном состоянии. Разве после всего можно подобное существо назвать другом? Да с такими друзьями врагов не надо. Ну, пусть завянут мои уши. Я в разговоре с ним слышу, что Слободян его закадычный друг, и по-другому быть не могло. Ну, подумаешь, задолжал корифан несколько миллионов. Ну, ладно, за несколько лет проценты набежали. Ну, с горяча судами его попугал, да уголовным преследованием. Разве могут подобные мелкие дряски поколебать братство душ? Мы же с пеленок, почти братья. Хотя нет. Вот вам реальная картина. Лет 10 назад по вызову к вам приходит некий то ли сантехник, то ли электрик в рабочей спецовке с ООСАФ. Тянет некие трубы, протягивает силовые кабеля, устанавливает индукционный котел и блок для экономии электричества. И тут вдруг вспыхивает сердечная дружба, да такая, что хоть до гробовой доски. Каким надо обладать гипнотическим умением, чтобы, будучи примаком с Украины, он же к московской жене прижился, ни кола, ни двора, уговорить недавнего клиента через пару лет расстаться с суммой в полтора миллиона рублей. Кто-то скажет, он же учредитель фирмы СААФ. Видно было, чем заложить гарантии возврата. Ну, конечно. Да с уставным фондом в 10 тысяч рублей в Москве любой бомж таким же образом может фирму открыть. И не одну. За штуку баксов в САФКЕ кровными врагами становится. До чего говорить, даже за сто. Конечно, Юлиан все перечисленные нюансы знал. Так что у меня даже сомнение не вызывает развитие событий в сторону очередного сговора преступника и его жертвы. Левенто воспользовался шансом и договорился со Слободяном о возврате долга за лояльность аферисту. Явно было, что скрывать Слободяну. А Юлиан был в теме. Поэтому Андрей постарался заклеить рот потенциальному сведомителю кругленькой суммой, которую был должен. Заодно получив запись нашего разговора, которую потом пустил по рукам. И некие приматы с напрочь отбитыми мозгами поспешили у себя разместить с провокационными подписями. Хотелось только одно понять, какую мою сущность они там обнаружили, когда в разговоре шла речь об аферисте, обманувшем миллионы биомассы и кинув сотни кредиторов. Если вы заметили по выложенной мною ранее переписке в Фейсбуке, через пару недель после нашего разговора, я скинул Юлиану ссылки своих новых разоблачительных роликов. И он ответил, что Слободян вернул ему долг, и он к нему претензий больше не имеет. Заметив, вернул, вероятно, потому, что испугался раскрытия некой информации. Я не в курсе, какую сумму вернул Слободян, но, вероятно, в пределах 20-40 тысяч баксов. Туда же не стоит складывать 2 плюс 2, чтобы понять о влиянии, как бульдозера, моих исследований на подобный исход. Если бы не моя активность, то два заклятых друга уже давно бы позабыли о своем существовании. Конечно, это было ясно Юлиану, но хоть бы спасибо сказал. Ни на что другое я не претендую. После того, как Слободян погиб, я просто кинул ссылку на эту новость Юлиану Левента, тепля надежду, что проснется совесть у человека и расскажет истинную историю произошедшего. Ведь благодаря мне он, наконец, стал спать спокойно, не просыпаясь от кошмаров. Но, видно, совесть штука относительная. Чтобы ее хоть немного пробудить, вот, записал этот ролик. Обязательно послушайте после всего сказанного наш телефонный разговор. Ссылка будет внизу. Для концовки заострюсь еще на одном эпизоде произошедшего. В моем рассказе, как и в телефонном разговоре, упоминается про блок экономии электроэнергии. В разговоре называется неким ключом, который, судя по внешнему и внутреннему виду, должен был тянуть на пару тысяч баксов. Ну, к примеру, Левента платил около 100. Может, 200 баксов в месяц за электричество. Экономия от подобного устройства от 5 до 20%. В среднем 10. Будем считать, али как? Выходит, за 10 лет наэкономил аж от 1000 до 2. Повторяю, за 10 лет. Просто класс экономия. Заплатить пару штук, чтобы лет через 10-15 облегченно вздохнуть и прородать. Вот, наконец, экономия. Вот что не так с людьми? А ведь Юлиан в телефонном разговоре говорил про эту экономию. Как будто вообще халява. Мне так думается, надо в их местную энергоинспекцию стукануть. Пусть проверит, что там за ящик с кондерами стоит. Возможно, такой же принцип, как лет 10 назад, были популярны для лохов экономки, которые старые счетчики обманывали. Там, вероятно, на полмиллиона штрафов накрутило. Ладно, шучу. Последнее. Хотя мой канал мало посещаем, и, как я уже говорил, что чем меньше будет интерес к нему, тем реже я буду заниматься роликами, но следующий выпуск будет сенсационный. И поэтому выйдет довольно скоро. Скажу только, что касается медицинской тематики и непосредственно связан с сегодняшней глобальной проблемой. Всем пока. Мои слова. Потому что ты говоришь, что ты уже явно хотел заявлять, а ты там бежишь и сразу в полицию. Что за фигня? И ты знаешь, если ты сейчас подал полицию, Андрей, документы тебе бы вообще тогда было бы жопа. Меня бы депортировали обратно домой, а ты бы застался с хуином. И что за меня выплатил штраф, за то, что он меня знал, что я нелегал. И для этого, короче, он это... Ты ему объясни, не вздумай, никаких полиции там подвал. Спасибо.